У нас слова передавать некому, потому что тут только я. Не, я могу, конечно, попробовать поиграть сразу несколько человек, но не настолько хорош в театральном мастерстве. Оп! Вот ее надо было в клапу нарядить, смотрите. Симпатявая, с огромным телефоном. Или это планшет, или телефон, я не знаю, в мой раз в 7 меньше. Прикольная заставочка с дымком. Да, игроки уже в кабинках, подключаются, толпа народу с камерами, снимают все это дело. Ну, надеемся, это будет весело. Не будет никакого пота, фарма, проще гадости, игроки будут рубиться, убивать друг друга и так далее. Чуваня облизывается, по-моему, он собрался сожрать оппонентов просто. Ну, реально такой. Оп, все, закрылся. Не буду есть, я говорю. Да, по расписанию мы немного отстаем. Хотя, как сказать, немного, мы много отстаем. Будем надеяться, что мы его нагоним. О, это та самая девушка, которую показывали, завалилась в кабинку к игрокам. Оп. Тоже телефон. Бородатый фир. Вчера с Вилатом обсуждали, он как хоккеист, который не будет бриться до конца сезона. Я бы до интернешного прям не брился. Осталась-то фигня. Хотя, есть шанс, что в аэропорту не пропустят. И они, вот, реально, они сидят за компьютерами и сидят в телефонах. То есть, только сели за компы, отошли от камер, сродка смсится, общаться. Оп. Счастливый. А, глазки стройт. Все, бровками поиграл. Тебе скучно и не с кем поговорить? Набирай. Да, секреты сегодня получили досадное поражение против Вичи Гейминг. Что Блэк должен быть повеселее гораздо, потому что он-то прошел дальше. Секретом теперь бодаться уже. Пусть и не БО-1, но БО-3 и все равно на вылет. Поэтому следующее поражение может быть очень невеселым. Кепочка и капюшончик. Походу, там холодно. Я, кстати, не вижу, что происходит в лобе. Надеюсь, Саша меня скоперирует. Скооперирует. Если оно вдруг, не дай бог, там начнется. Саша скоперирует? Походу. А, Саша предлагает мне, кооперируй себя сам. Я понял. Да, у нас 9 игроков в лобе. Мы ждем последнего. И будем уже врываться. Блин, я смотрю, как много народу смотрит этот китайский стрим с именно вот этой картинкой. Целых 5 человек. Один из них я. Я бы на их месте клацал рекламу, но он, стоп. Да, показывают нам блондинистого Айс Айс Айса, который решил быстренько себе имидж сменить и стать беленьким. Он как Кэминем. Или как Бибер новый. Блин, я спалился, что знаю, что Бибер перекрасился. Мне кажется, это не к добру. А, да, ребята, я в новостях ВКонтактике видел. На самом-то деле я не знал. А куда квапудили? Раньше квапа сидел здесь. Девушка? Нет, заговорила. Я думал, что она просто сидит и смотрит вам в душу. Оп! Рекламочка пошла, хлебнул на кадр. Там сто пудов кричительное. Оп! Второй. Давай, твой выход третий. Хлебай. С двух сразу. Не хотит. Блин, нормальная такая реклама сидеть и просто в прямом эфире моршинскую глушить. Да, последние наставления. Их целых три, а я один. Мне тяжелее гораздо. Вот верите или нет? Это мало того, что в три раза больше надо говорить. Во-вторых, и ты диалог сам с собой можешь поставить, только если ты идиот. Поэтому я сам с собой разговариваю. Да, вот Саша решил. У них своя студия аналитики, он включил нашу. Да, у нас все 10 игроков в лобби. И мы, наверное, вот-вот начнем. Снова Дэнди на наших экранах. Ну, на наших экранах я, но на моем экране Дэнди. Вот, рожа вам корчит. Юный обольститель, смотрите. Хотя какой юный? Он уже старый дед, как я. Все, выключайте его. Игривый. Интересно, кто на пике? А, это же АРДМ, какой пик? Пупин думал, что он на пике будет. Ему сказали, что это АРДМ, он расстроился. Вот сейчас, говорит. Что, АРДМ? Я не на пике? Серьезно? Я ливаю, говорит. И Блэк ему, говорит. Ты уже сегодня напикал один раз. Теперь ты в лозерах. И девушка начинает жестко смеяться над Пупеем. Блин, это так весело озвучить сегодня у этих игроков. Может быть, фильмы пойти озвучивать? Лишь же переводы с Гоблином? А я на Гоблина больше похож. Поэтому у меня заедет. Толкните Феррари. А, уснул сегодня, проснулся. Он в телефоне залипает. Ему вообще по барабану шел матч какой-то вокруг. Рядом игроки сидят. Ага, можно пообщаться. Да, ну нафиг. Пойду на АСКФМ. Задайте вопросики. Саша, ты кооперируешь меня? О! Сейчас опять пить будут. Нам включают этих, только когда они пьют. Меня не Ашхардом обозвали в чате? Сам ты не Ашхард. Саша, у нас что, ДОТа загрузилась? Невероятно. Да. Все, я ставлю волшебную паузу. Нам нужно сделать еще один мув. Это... А, все остальное уже от Вилата зависит. Он уже должен сам. Прелодинг, АРДМ, Хироу, Дата. А мы уже видим пики. Правда, не знаем, кто на ком будет. Блин, Медуза, не дай бог она достанется Бёрнингу. Это будет мрак. Он же выиграет на ней игру, не умерев ни разу. Ну-у-у. Медуза, 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 Медуза. Не, Артизи, все нормально. Бёрнинг на тролле. Вообще, к нам должен присоединиться Виталий, который Вилат. Калле. Опять Калле. Это весь турнир одно большое. Калле. Хаолле. Я уже практически знаю китайский. Саша, можешь на секундочку включить мою рожу? Спасибо, Саша. Ты не то чтобы лучший друг, ты самый лучший друг. Калле. 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 Знаешь, что я тебе могу сказать? Смотри, Слип. Цепанули Артизи. ГГ пишет. Стан. Задулочка. И, походу, у Артизи новый герой. Ну, First Blood by Fear. А вот так я уже не в ванной или всё равно в ванной? Ну, ты в ванной меньше по квадратным метрам, скажем так. Не, ну я уже по-другому не могу сделать. Я вообще ничего не менял и стримил за 7 часов. Кажись, всё нормально было. Да я надеюсь, что всё будет хорошо и в какой-то момент тебе откроют дверь. Ты думаешь, меня таки выпустят из ванной? Слушай, идеально комментировать, когда нет звука, что происходит на сцене. Вот самое лучшее, что я комментировал в своей жизни. Конечно. Ты можешь сам придумывать всё, что захочешь. Ты можешь сам всё делать. Ты можешь сам себе интервью переводить. Это у нас Саша сам себе режиссер, я не такой. Смотри, Dendy, Ferrari, дождались, будет ли стан, Чуань, ну давай колбочку. А почему не новую? Мог же замедлить? Тогда бы добрался Dendy и дал бы ещё один стан, и могли бы напихунить. Да, Чуань просто, ну бас. Ну, Чуань, да, он такой, из таких. Да, я тут себе на параллельном мониторе запустил картинку такие из Китая, там может что интересного будет происходить, буду вам рассказывать, но вряд ли там что-то будет интересное происходить. Смотри, у Артизи опять проблемы. Слип. Артизи решил, короче, умереть сегодня больше, чем кто-либо. Слышь, по-моему, Артизи просто сливает low priority на RDM. Вполне возможно, кто его знает. Ferrari. Смотри, как Фир его просто валит, этого Артура. За всю боль, кстати. Блин, на самом деле, как тебе результат матча Secret против Fitch Gaming. Вот для меня это было немного шоком. Ну, почему шоком? Хорошая была игра, очень рекомендую всем, кто только там к нам подключился, кто с 4 утра не смотрел нас, пересмотреть записи матча, потому что от этого стоит. Ну, один уговор, вы запускаете их завтра в 4 утра. То есть их обязательно смотреть в 4 утра, чтобы это было чуть более интересно. Ну, возможно. Смотри, Артизи на думе. С Девауэром опять идет Фир. Смотри, просто Фир как его Артура одного, смотри. Что-то он его хейтит, по-моему, не знаешь почему? Смотри, он его убьет сейчас. Не, ну не убьет, не убьет, Артур успеет убежать, хотя рядом Пупей. Артизи думает, дайте поиграть, первый уровень. Бестапка. Вторая минута. Два раза убили. Начал на Медузе, я боялся, что Медуза достанется Бёрнингу. Смотри, так они его сейчас убьют на туре, сейчас будет еще одни копии от Пупей. А ему, походу, не нравится Дум. А нет, Куалба, смотри. Не, ну тут нормально, нормально, нормально. Отбились, отбились. Старались, потели и отбились. Короче, какой-то трэш у нас сначала происходит. Как всегда в РДМ, и один Дэнди формирует, потому что Дэнди на шоу-матчах уже задолбался, проигрывает. Смотри, Фир. Верхняя. И Фир сейчас... Ой-ой-ой, Башик прошел. И Артизи в ответик сразу так подтраливает немножечко Фира. Ну, кто не знает правил, напомним, что 40 жизней есть у каждой из команды. Игра заканчивается тогда, когда падает трон, или когда заканчивается жизнь. Обычно заканчивается жизнь раньше. Да, у Фира, кстати, вон Пашечка появляется. Очень неплохой герой. Подцепили Феррари. Феррари минус. Муша тоже очень накален. 39-38. Да, напоминаю, что когда истекают жизни, респаунов больше нет. Живые герои могут продолжать играть, но респаунов больше нет. Это недостаток небольшой. Ну, если что, я стал покорителем ARDM в последнее время. Да? Так как меня с видоселями дали 7 low priority. А, и ты решил на ARDM их сливать, да? Ну, да. Там как бы тупо нон-стоп в миде происходит экшен. Все идут и фидят. Чтобы побыстрее закончились эти 40 жизней. Ну, неплохо, неплохо. Я бы назвал этот турнир, на самом деле, самое частое слово, которое мы видим в лобби, это не лобби, а в игре не GG. Кале Dota 2 Championship. Кале Dota 2 Championship. Ну, потому что это действительно так. Да, опять-таки, ну, китайцы немножечко, скажем так, не это. Не пунктуальные. Не пунктуальные, а не справляются немного с технической и с, не знаю, с другой частью, скажем так. Ну, то есть у них сейчас уже 7 вечера. Им еще играть 4 бестов 1 сегодня. По-моему, они не укладывают. Артизи снизу. Фир. Стри. Стри, как Фира просто. Минус Артизи. Сейчас что-то Фир напишет. Подожди. Артизи. Выкупается просто. Ну, тускари, байбек. Говорит, я таких не прощаю сейчас на лейн опять. Ну, и что? Фира, а Фир уже почти фуловый. Фир со стиками и все, грамотно. Артизи сейчас опять убьют на самом деле. Он зря тут. Единственный пока Пупей держится нормально. А Пупей с саппортом играет или что? Я просто вижу у него две веточки. Он ни разу не умирал. Феррари на топе. Бёрнинг. Погоня. Тычка с инвиза. Есть же надо. Четвертый уровень у Бёрнинга. Не, 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 нормально, нормально. Смотри, смотри, еще живет, 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 живет. Смотри, на Фира просто. Почти победил. И Фир опять убьет. Нет, на этот раз Пупей. Че-то Артурка, кстати, подфиживает так очень плотно вообще. Слушай, я не хочу его расстраивать, но все смерти, которые есть у них в команде, это у Артура. А у Пупея че-то на туре 500 голды. Я не понял, как так получилось. Куда он деньги потратил? Это варды, может быть, ставил? На туре стригвард стоит. А, Пупей же он это... Я же говорю, он очень расстроился, когда узнал, что он не на пике. А, ну, может быть, может быть. Тапок купил и сейчас просто идет в атаку. Муши с руной Регена. Че, готовы грызть? Пошла Дженатка. И Бёрнинг с Инвиза, еще тычечка нового. Будет ли колба от Чуаня? Чуань доползает и все. Хабел и Муши. Неплохо. 35-37 очередной фраг. Фир на Бёрнинга. У Бёрнинга есть Инвиз, но через четыре секунды. И Фир успеет ли еще? Фир, блинк. И Бёрнинг успевает спрятаться. Неплохо. Но Фир неплохо. Блин, Артизи на Рубике, это вообще опасно. Минус Артизи очередной раз. И сейчас Артизи такой, да как не на этом миде стоять? Непонятно. Мне уже немножечко Артура жалко так, чисто по... Реально, у него не шоу-матч, а терпила матч получается. Нормально, нормально. Все нормально. Сейчас Артуру на рандоме какого-то крутого героя. Оракла, например, какого-то. Нет, им котла. Вот, нормально все. Котел. С Рубика на котла просто. Артур сейчас просто пойдет побеждать. Нет, ты же понимаешь, что Артизи шоу-матч на Интернешнле, на Миньоре. Все же помнят, сколько он там раз наумирал. В 80-м. Но у него не работали хот-кей, как бы. Там еще было этому объяснение. То есть... Ну тогда-да, тогда еще можно было. Да, спрашиваешь, что с названиями команд? Ну, решили ребята не париться и назвались так, как на Интернешнле. И Тим Хвост, и Тим Ротикей. Типа, Хвост у одних, Капитан Ротикей у других. Хотя и Хвоста и Ротикей там нет. Но вот решили назваться так. Значит, будет так. Бернинг опять готов. Ты смотри, Феррари на Леоне. Второй уровень. Где котел? Я хочу жизнь Артизи посмотреть. Шоу-ха-ха-ха. Верни провел больше, чем на игре. Фир. Смотри, Фир, Фир, Фир видит Артура. Это байт просто. На самом деле, Артурка сейчас идеальный байтер. Замайт, да-да-да. Ты понимаешь, он типа фидил, фидил, фидил. А сейчас такой, опа, сейчас я, говорит, буду вас заманивать. Командный игрок. Да-да-да-да-да-да-да. Почти. Муши там, кстати, на Фениксе. И есть мнение, что он этого Феникса до конца игры не даст. Фир. Сейчас будет Дака. Стриартизи. Стриартизи монолик бросил просто. Ха-ха-ха. И кастует. В Бернинга своего накастовал. Ну, Пупи тоже может погибнуть. Хотя... Тут уже финсгрип, верхний от Зевса. Погибает. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Бежать! Бежать, Блэк! Блэк! Свои. Свои Блэк. Не, ну можно бежать. Блэк уже начал бежать, но потом понял, что свои. Ну, Джио отсюда убегает. Кстати, Джио, который попал на... Сларк! У Артизи Сларк. О-о-о-о. Только четвертого уровня, поэтому Шадолин Свет. Я думаю, что он сейчас фидонет буквально за четверть секунды на Сларке вообще. Блин, у него кольцо защиты и стик. Он такой мак и волшебный. Живучий. Живучий Сларк. Слышь, Дэнди выформил Блингдаггер. Неплохо. Сапог Блингдаггер 6 уровня Слардара. Седьмая минута, если что. Ну, Дэнди, Дэнди решил, короче, надо раскликаться. Все-таки, в отличие, да, там, например, от Пупея, от Артизи, от Бёрнинга, от Блэка, от Ферра... Ну, не от Феррари, у Дэнди еще впереди игра. Да, я говорю о том, что ему еще в лузерах сегодня на вылет играть, если что. Да, а у Джио вообще игра вот сразу после этого матча. Так что этот шоу-матч Дэнди должен реально использовать как возможность раскликаться. И, ну, это правильно. Это реально правильно. Дэнди, кстати, напомним, еще вышел в финал турнира 1 на 1. Который с седьмого, по-моему. Он будет играться перед гранд-финалом, по-моему, или что-то такое. Я не помню, но... Я точно не помню. Бэйн, тем временем, Блэк покупает Мидас. Вот это Блэк просто дает жару. 3-0-4 с Мидасом на восьмой минуте. Так это не просто Мидас, чувак, это фейзы Мидас. Вот это Блэк просто задр. Да, реально, на Эрдеме покупает Мидас, это реально задр. Смотри, как БТСы троллят этого, БТСы троллят Артизи. Смотри, Фир. Пытаются подстрелить Артизи. И не пробил. Зевс забирает, хорош. Рофл. Смотри, Муши поймали и убили. Слушай, а тут начинает команда Артизи просто за счет байт этого. Байт этого говорит, да. Артизи просто покупает Транквилл тапки. Сейчас будет что-то писать в чат, видимо. Не, Артизи, Артизи тут должен давить. Но, ребят, опять-таки, не относитесь серьезно к этому шоу-матчу. Это, грубо говоря, такая себе перебивка. По сути, скажу честно, что, я думаю, ни для кого это не секрет, что просто проголосовали люди, это был там скретч гол, да. Люди проголосовали, и организаторам надо его всунуть. Игроки никогда не были в восторге от этих шоу-матчей. Ну да, это, типа, во-первых, это лишний раз подключаться, сидеть, тратить силы перед предстоящими матчами, эмоции какие-то еще надо показать, чтобы тебе потом не сказали, что ты унылое говно, которому вроде как предоставили место и время на сцене, а ты сидел грустный, как Феррари в телефоне. Ну, Феррари особо не напрягался, он сел. Ну вот, классно сделали саммиты, да, когда у них было 5000 долларов за победу в шоу-матче, и там вот было действительно такое рубилище, это... Я никогда этот шоу-матч не забуду, опять-таки он есть на ютубе у нас, можете пересмотреть его, когда у вас будет время, потому что, ну, тот шоу-матч был крутой. Небольшие проблемки у Феррари сейчас будут. Ну, такие, мимолетные. Не-не-не-не, подожди, Феррари все нормально, чувствует, чувствует. У Феррари все нормально. Стрид, что происходит вообще? Артурка получил шестой уровень, все, он теперь неубиваемый, вот только если Финцгриппом или Блэкхоллом. Да, силен, силен, Артур. Муши в инвизе, видит Бёрнинга, пошел стан. Станчик. Брейнсап, ракетки. Неплохо, минус Бёрнинг, 32-33, а тут Дэнди на Муши. Ух ты, как его развалило Дэнди на Смордаре. Слушай, а тут Джио и Дэнди, короче, наваляют, вообще забей, 4-0-3 Джио, 1-0-2 Дэнди, они тут вдвоем просто будут разваливать, мама не горюй. Да еще и Памане проблем нет, у них Цемка бегает давным-давно, Чуань живой, Фейзи тоже себя собирает. И ты заметь, Артизи уже минуты 4 не умирает. Реально ему, походу, сказали, еще раз умрешь, что-то будет не так с тобой. Ну шоу сариботл, транквилы, все на выживаемость. Сейчас начнут брейсеры тарить. Бёрнинг, хукшота нет пока, сейчас будет. О, Бёрнинг и Клокворк. Вот это, вот это. Сейчас будет. Сейчас трутики, оп! Блэк с Мидасом, пошел Лайзер, высасывают, Блэк, Коги минус Блэк. Слушай, Зевс мегакилл. Джио просто вообще дает, дает жару на этом шоу-матче, ого-го. Это уже 31-31 счет, то есть уже по 9 фрагов команды сделали. Осталось еще по 31-му, скажем так. Вообще фигня. Вообще фигня. Не, ну, я вспоминаю, этот шоу-матч на The Summit, там была такая жесть просто. Вот это, когда они в конце там так потели, там такие перевороты были. Блин, интересно, какой-нибудь турнир по RDM будет? Ммм, да нет, конечно. Турнир по RDM, это же бессмысленно, это чисто пановый мод. И, ну, конечно, это не имеет никакого смысла. Некоторые турниры смысла не имеют и ничего, проводятся. Можно и по RDM прийти. Неплох, неплох. У нас по общим графикам практически на нуле все. Это же так важно. Ну, вообще, да, как бы. Ты прикинь, каждый 10 тысяч. Слушай, там только что показывали камеру из Китая. Стрим из Китая идет с дилеем где-то двухминутным. Указали камеру из Китая. Там просто у Дэнди такое напряженное лицо. Он прям вот реально прям очень хочет выиграть и то побыстрее. Ну, это логично. Выиграть, пойти дальше спокойно отдыхать, ждать своего матча, который сегодня против ХГТ они играют. Важнейшего матча, просто супер важного матча. Ну, это матч решит кто-то отправиться домой. Ну, либо не домой, а на сидушки зрителя, что очень неприятно, скажем так. Ну, это не особо-то меняет факт, да? Да. Ну, суть в том, что четыре команды сегодня вылетят, четыре команды, а на завтра остается только восемь коллективов. И вот сегодня мы попрощаемся еще с четырьмя командами. На самом деле, сидеть с этих сидушек, смотреть, это настолько неприятно. Ну, ты имеешь в виду, если ты вылетел уже? Да, ты вылетел, ты сидишь в сидушке, с этой смотришь, как остальные играют. Не, ну, обычно команды, которые вылетают, они сидят в отеле и просто-напросто не приходят на ивент, да и все. Ну, а это, как по мне, неправильно немного. Ну, а почему неправильно? Почему ты должен там сидеть, мучиться, вот это вот где-то там непонятно где, зачем? Ну, весело общаться с остальными игроками и так далее. Хотя, если настроение, конечно, плохое, можно и в отеле посидеть. Ну, и опять же, впадать в депрессию из-за того, что ты проиграл? Не, ну, это да, это тоже неправильно. Хотя наш народ-то не впадает в депрессию, когда проигрывает. Наш народ находит обычно способы, как себя... Впадает в запой. Ну, можно и так сказать, в принципе, в депрессию, в запой. Называйте, как хотите, собственно. У кого как, да? Если до 14, это депрессия, если после 14, это запой. Феррари до сих пор играет на пугне. Да, кстати, довольно давно ему эту пугну дало. То есть, у нас дольше всего Чуань, кстати, у нас с самого начала тоже... Мир с травелами на тинкере. Лил. Знаешь, что происходит? Дорвался просто. Походу, он не собирается с этого тинкера слазить, сейчас выформит себе гост. Так ты понимаешь, что если он где-то подставится, то ему все равно в вафле. С госта Зевс его сверху не убьет просто. Ушот. Запрыгнули. Муши. Муши на аксе. Сагрить успел. Ливеньг Армор. Артизи. Артизи не может запрыгнуть. Пошел Дартфакт. Новый год. Зарубили. Ну и Зевс с ультом в стиле тут Блэк. Блэк. Ультует паратуру по Чуаню. Уйдет бить Чуаня. Кстати, слушай, Бернинга там тоже могут убить. Но Чуаня убили. А вот Дэнди тут Блэка уже не отпустит. Дабл кил от Дэнди. Дэнди запотел. Дэнди запотел. Дэнди 3-0-3. Дэнди Дагон собирает. Дагон или форстаф? Не. Дагон, 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 Дагон. Да, тут у Талисмана еще есть. Артизи купил Мидас. Что? Потеет просто. Не, ну Мидас-то правильно. Артизи ж 1-6-6. Ты чё, ему надо отыграться? Да как это так? Уже 31-29 и они впереди. То есть надо давить. Давить врага. Не, на самом деле, вот видно, что некоторые личности здесь подходят с фаном диким. Например, Артизи. Который просто бегает, типа где-то подфидел, где-то там еще что-то початился. А некоторые лица прямо-таки потеют. Например, Дэнди. Ну а Джи Йо тоже. Вот смотри, у него Зевса. У него Аганим сейчас будет. У этого Зевса. Не, ну Джи Йо понятно, что Джи Йо. Вот у него сразу после этой игры мы вам еще раз напоминаем, чтобы вы не уходили. Потому что сразу после этого матча Рейв будут играть против HellRaisers. Я эту игру комментировать не буду, так же как и игру Na'Vi, потому что я... Не, нет. Хватит. Я нет. Хватит. Хватит с меня HellRaisers и Na'Vi и их поражений. Вот если сегодня и HellRaisers и Na'Vi выиграют, и я не буду комментировать, то тогда до конца турнира мне вообще их нельзя комментировать. Я думаю, ты скажешь, что я буду комментировать до конца турнира. Не, я конечно могу, если в славном городе Канье нормальный интернет. Я думаю, вряд ли. Там непонятно, есть ли он вообще. Слушай, Арашан пошел. Слушай, они его будут бить тут полчаса. Все бегают от него. Ракетка, накрыли. И теперь-то становится ясно все. Хукшот. Вот смотри, Артур. Артур, смотри, просто идет вообще Артур. И попробуй пройди тут, апхивал. Ты где хукшот? Вот он хукшот. Не попал. Попал в своего. В че Аня? В че Аня попал? В че Аня скушал Эдалон? Артизия. Отходит. И тут же Shadow Dance и все прожал. Ну что-то как-то, ну... Я думал, экшен сейчас будет нарушение. Вроде как, ребята из Ротикей были покоцаны. Ну, забоялись, забоялись пацаны идти убивать. Потому что они секундчики маленькие, секундчики. Вот пишет, пишет. Найс Ван, типа, попытка вернуть его глимсом. Ой. Так, ну, кстати, три фрага, это разница сохраняется. Кстати, на топе там Артурка. Артурка, братан. Артурка пошел в фира. Ну, тут, по-моему, Артур не угадал немножко. Давай, Паунс в лесу. И глимс! И глимс! И в Black Hole глимс! Вот это было. Дайфер все-нибудь. В чатик, в чатик, в чатик, что-то надо написать. Не, не хочет, не хочет. Думаю, захватит этого Артура издеваться, что в Синтера Рублайт еще упадет. Нет, вообще никогда в жизни не убьем. Чего они по лесам? Брейсер. Больше ничего. Ладно, смотрим на Дэнди. Дэнди пока еще ноль смертей, 4-0-1. Продолжает фармить. Сейчас появится уже его любимый догончик. Показали серьезное лицо Фира. Ну, только ты что, думаю. Да тут Артизи-то убить, это дело престижа даже. Так это понятно. Дело принципа. Бомбить, бомбить, бомбить. Фир-то понимаешь, Артизи-то займ в лузерах. А ЕГ-то в винерах. А? Так что это тоже важный момент. Рики. Да, сейчас Рики Мару начнет. Кстати, Чуань видит Феррари, но сбить ему тп не может. А вот Дэнди может. И Феррари теряет свою пугну. Это Рики Булт. Транквил и Мидас. Транквил и Мидас. Нормально он. И Боттл. Самый полезный айтем для Рики. Это Боттл. Не, ну может он ДДшку найдет. Ну че ты так вот это сразу? А вдруг? Не, ну может фартануть, я не спорю. А лучше руну инвиза. Вот это вообще будет. Двойной сумрак и тебя нет. Еще Смоук шлифанул. Все в порядке. Пупей. А есть ли Блэкхолл? Блэкхола нет. Големчик на двоих. Дэнди, Дэнди надо выжить. У него есть догон. Хотя бы шваркни догоном. Шваркну догоном в Пупее. Ну и Дэнди теряет своего Слордара. 5-1-4 теряет мега килл. Артизи тоже погиб. И Джи Йоту тоже сейчас потеряет огромный стрик. Слушай, Викид Сик. Они там столько бабла заработали сейчас. Они сейчас нормально ушатали. Довольного Блэка показывают. Блэк-11 уровнем Джекира. Конечно, он довольный. Разгон. А ты бы не радовался? Вообще топчешь своих врагов. А если это есть просветочка? Нет. Кукшуа! Бёрнинг! И Феррари на Баратруме Бёрнинга просто вытаскивает. Смотри, вдвоём остаются в когах. Лол. Чувань. Чувань без маны на инвиз. Будет пытаться убежать. Чувань. Блэк с блинка догоняет его просто. И добивает. 27-4. Трайдер у Артизи. Дэнди на Луне. Луна. Луна с догоном. И даггером. И с блинк даггером. Вообще отлично. Ворвался. Эклипс. Всё нормально. Прям уровень. Инициирующая Луна. Уровень. Да. Инициирующая Луна. То, что надо просто. 1000 хп есть. Всё нормально. Энними течис, аганим с кептер. Кому-то течиса дало? Да, течиса дало этому. У джио. С аганимом. Лоу. Это рвань сейчас будет. Реально. Да. Они не зайдут. Чувак, это такое рваньё вообще. Там же 450 дэмэджа с одной рун, с одной мины. Сейчас всей команде может героев поменять. А, пупей сразу гем купил. Прям сразу. Не, ну это понятно. Ты чё против течиса вообще забей. Ты никак не сыграешь. Тут вообще я не знаю, что против неё делать. Это же текис. Ну, Артизи бы его сейчас слил за полсекунды. Сразу суицид на базе. И всё. Артизи на бете. Скоро даггер, кстати. Смотри. Что-то дофармил эту рвань всю и даггер будет. Ой-ёй-ёй-ёй. Муши. На лансере. Лансер вообще выпал. Смотри, снова Артизи. Стан. Блин, как они хейтят, Артуру? Тут Джеё так мингами заставилau, говорит, ведите их сюда. Дэнди, говорит, веду, 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 дэнди. Дэнди ведёт. Но не идут за Дэнди-тэнди. Ферарик, Бёрдника. Дэнди, ещё кто-то сидит. Дэнди байтит, байтит, байтит на мины. Разтон. На! И Чуань вылез. Вот это жёстко было. Вот это нормально вообще, да, такой? Дэнди запатил, вообще круто. И Чуань еще внутри сидел. Вот это сейчас хорошо получилось. Блин, Чуань в Дэнди это что-то из разряда фантастики. Да-да-да, может наоборот там. Да, наоборот. Чуань скушал Дэнди, а тут да, тут нет, мы видим. Кстати, что у Чуань? У Чуань еще будут барабаны. Дэнди, так он будет грейдить? Да не, ну куда ему до грейдить, да? Хотя он может. Кто ему что сделает? Эклипс, догон. Нормально. Ой, Эклипс. Бим. В иллюзию. Интересно, сольет ли муши лансера, потому что все-таки герой довольно-таки неплохой. Здесь кейпы, правда, не очень. Где Течис? Ага, Течис у Теншентов. Не, у Течиса вообще сейчас должно быть просто-просто все шикарно вообще. Вот он мутит. О, Артизи на Шторм впереди, ну тут уже тяжело поймать. Хотя, при наличии Блонара, адаптив страйк, Шторм, Артизи, пытается уйти, улетает, будет ли какой-то Вижн. Глимсом вернули назад, при этом Артизи без маны. Минус. Жить. Жить. Да куда тут жить? Жить. Умереть. Ну тут, слушай, Дэнди идет в инвизе. Шел в инвизе. Бернинг спрятал, но почти, почти. Рилли Уэлд Брэлтлэй. 1-10. Артур уже горит. 1-10. У Артура действительно горит. Так, врыв. Стриплэк. Бернинг дал стрелу, стоит. Инвиза нет, ворвались от Дэнди. И Дэнди погибает, Найт Сталкер его забрал, и в итоге Дэнди теряет свою луну, второй раз уже Дэнди умирает. Слушай, будет взрыв, будет взрыв или нет? Ой, у нас проблемы у Патмы еще, Феррари запрыгивает. Вот сейчас может быть взрыв, смотри. Поворот не туда будет? Нет, поворота не туда нет. Оп. Ну сейчас, сейчас, это Феррари. Феррари. Иди сюда, братан. Джо уже фрагов наклепал. 10-1 у Джо, 1-10 у Артура. Сразу видно, кто царь. Ну да. А Лансер все еще жив. Ну уж и там Дайгер себе купил. 21-22. Ровненько идут. Правда, Ротикеи выигрывают на 3000 уже по золоту. Хуже эти фармилы. Темпларк в Артезе, ему реально столько имбовых героев дается. У него был Сларк, Темпларка. Медуза в начале самым. Все, послевал. Дайгер себе купил. Блин, сколько мина стоял у Джо. Ну, Джо, ну а что ему? У него все есть. У него Аганим, у него Аркантапка, у него Сулринг, у него миллиард маны, у него все в минах просто. Тут, конечно, Джо очень повезло с героем. Посмотрим, что ему там дальше зарандомят, если его когда-либо убьют вообще в этой игре. О, ты смотри на Дэнди, на арбузе с блинком-то. И с Дагоном. Ты Дэнди. В рэп. Вылазить Шуарм. Кушать, кушать, кушать. Это Дагончик дать Феррари. Так Дагон уже дал, в самом начале дал Дэнди Дагон. А, лол. Артезе пытается уйти. Где Глимс? Смотри. Где Глимс? Где Глимс? Дэнди, Дэнди Глимс занули. Дэнди Блинкаут, вот это царь. А, там Артура одиннадцатый раз убили. Ну, Дэнди забирает руну инвиза. Ииии... Вард ставят на голову. Снова на мины. Пупей. Блин, Пупей все это дело пережил, прикинь. Ну, Пупей 13 демеджа, чтобы вы понимали. 13 у него демеджа сейчас. У него 2300 хп, он перекачан полностью. А Пупей нормальную тактику с гемом выбрал. Не, нормально. Это просто ходячий гем, у которого... Вот, смотри, он будет ездить, мины взрывать. Так, вот, смотри, иллюзиями. О! 2300 хп, 34 демеджа, под Дэнди было 13. Прям вообще уровень. Артизинович Докторе. 2, 11, 6. Морф, АА, Рофл. Недоволен. Появлением в одной команде и морфлинга, и Эншент Опарэйшна. Кстати, морфинг там нормальный. Да, там же действительно Рики был у Артизи. Его же всегда в чате троллят. Типа, «Хей, Артизи, I'm trying to learn to play Riki. I just have a question about the Riki skill build». Ты же постоянно его троллинг в чате. И вот ему ряд действительно рандомило. Судьба. Судьба, судьбинушка. Судьба его догнала. Продолжается ее закидывать. Ее минирует, у него все нормально, 13 уровень. Ну, ты же понимаешь, там же ходит вот этот вот кусок пупея, я еще и смекаю. 30 демаджа. Просто 30 демаджа. Сейчас какой-нибудь ривер нафармит, скинет вард и купит себе еще ривер. Будет с тремя тысячами хп. Просто бегать. Просто бегать. 3 000 хп. Убивайте меня. Вот БТС и тоже маякует на него, что 2 500 хп у пупея и 30 демаджа. Пупея реально взял роль саппорта такого. Снова на Рошена? Не-не-не, они что-то пытаются придумать. Пупей должен же первый бежать, надо же мины разминировать. Его, кстати, поймали Чуаня почти. И его таки поймают, если он ни в кого не влезет случайно. Чуаня, блин. Смотри, толкать зато умеет и станет пупей, а? Слушай, это саппорт морфинг вообще-то. Мы уже такое увидели. И он работал. Смотри, пупейки линг спри. Как он, мать его, фраг заработал. У него 30 демаджа. Не, ну у него есть вейв. У него есть вейв и адаптив страйк. Смотри. Смотри, застанел на полгода бёрнинга. Слушай, этот морфинг очень жесткий просто. У него реально просто бешеный стан. Почему Блэк лысый? Не знаю. На гопника походу. Знаешь, он просто балит на 4,5 секунды стан. Ортизи, Ортизи. Артурка на бичдокторе. С даггером. Норм, норм, норм. Можно запрыгнуть. 15-й левел, кстати, у Артура. Кстати, осталось-то всего там 17-19. 15-й уже, уже считай 15. А, ну да, 15-й же. Оп. ОД. Блин, ОД под минер это. Сейчас будет ходить просто и... Пшик, пшик, пшик. Плекс Юлум. Она была на... Давай, 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 давай. Нет, так, у неё... Ты смотри, ну это нечестно. Они тут против минера плохо играют. Стан, Чуань. Полчаса просто встанем, минус Чуань. Ну это нечестно, на самом деле, с таким морфлингом играть. А, что ты, ну, нормальный морфлинг, чё ты? Денди Бристлбэк с Дагоном. Вот они мины, и вот их видят, и их тут разбивают. Вынужден взрывать просто. Слушай, ну, Пупей купил себе даггер. Ну, о, так морфлинг с даггером. Ты понимаешь, что он прыгает, и тебя просто встанет на 4,5 секунды. И уезжает спокойно. И уезжает. И ты ему ничего не можешь сделать. Круто. Так это острота, всё, мы ждём. Ты понимаешь, я включил таблицу, сейчас у тебя тоже включена таблица Ласт Хитовый, просто смотришь, первое место. Вич Доктор, 146-1. И смертнее у меня тоже всех больше. Знаешь, уровень, да. Почти 16-й уже, не зато. Прикинь, какой ты звар будет. Нереальный. Блэк. Выходит, Витя Артизи. Перепрыгнул. Размансились. Итпал. Джио не будет слазить своего Течиса. Его всё устраивает, ему нормально. Ну так нормально, чё. Ну он, в принципе, бесполезный абсолютно, но не умирает же. Да, кстати. Самое важное тут не умирать. Да, да. Кстати, по поводу Джио. Сегодня утром взяли у него интервью и Неск, собственно, в Шанхае. И появится сегодня вечером интервью с Джио. С командой Рейв. И что самое важное, ребят, прямо после этого шоу-матча заходите на наш YouTube-канал. Будет как раз получасовая пауза между шоу-матчем и матчем Hellraiser с Рейв. Сразу после этого шоу-матча на нашем канале появится интервью с Дэнди. 24-х минутное. Действительно, очень интересное интервью с Дэнди. Много чего Даня интересного рассказывал. Вот сразу после этой игры заходите на YouTube.com.slash.dota.sl.tv. Я думаю, мы в чате ссылочки накидаем. Да, в чате ссылочку кинем, там, собственно, в ВКонтакт, Твиттер. Ну и опять вот Пупей влетает, и Чуань стоит полчаса в стане. И Пупей вот с руки просто по 34. Блин, Лансер. Вот мне он проиграет то, что Муша до сих пор на Лансере живой. У него 3800 весь что. Бернинг. Ну, Мушек. Ну, тут, конечно, такие герои падают Пупей. Действительно, на этом суппорт морфе просто имбища. Вот просто имбища. Он бегает, встанет на полчаса. А Артезий на своем ВИЧ-докторе импища. Импи... Импища. Импища. Еда прям такая. Реально, 2.11. Артурка. Если бы каждый столько умирал, вы бы уже проиграли. Даже если бы четверо столько умирали. Прикинь, как стыдливо будет снести на Аэрдеме трон. Не, ну это да. Это вообще стыд, срам, позор, ужас. Так и есть. Это вообще мрак. Каски. Давай, Артур. Мы знаем. Мы знаем. Ты сможешь сделать еще один фраг. 2.11. О, Артур, кстати, почти огоним тоже. Дэнди. Глимс. И это минус Дэнди. Не, ну пока подожди. Все-таки ресталбэк с четвертой спиной. Это не так просто. Не, ну вообще, да. Это мины стоят, так что за ним нет. Дэнди, с блинка. Сайленс. Стан на 4 секунды. А вот теперь минус Дэнди, конечно. Пупи. Дэзвард. Убить, главное убить, выбить у него Эггис. Бёрнинг на него. Кускаром. Смотри, Пупи. Дроп 0, лигем. Хороший. А тут Бёрнинг-то. Нормально заряженный пацанчик. Ты смотри, огоним практически есть. А все, через 20 секунд будет огоним у Артизи. Ну вот, и отлично. Поставить один хороший Дэзвард, убить пятерых. Фантом Лайнсера надо как-то сливать. С Дэзвардом нормально будет валить, там быстро убивать эти иллюзии. Все вообще будет круто. Шанс, шанс, шанс появляется у Артура. Смотри, запрыгнули. Это звездо этого матча. Бёрнинг. Как же ему больно. Блин, слушай, ну Муша что-то беспределить начинает. Муша, да. Муша 8-5-10. Муша как бы уже в этом матче наумирал довольно много. Но, как мы видим, решил, что пора и попобеждать немножечко. 2-100. Если он сейчас Тараску дотарит к диффузам и даггеру, это брак. Продолжает аннигилировать лиса. Скаймаг появляется у Пупея. А Джио вообще не напрягается. У него своя игра началась с момента, как ему дали минера. То есть у него одна смерть. После первого героя ему дали минера. И всё. С тех пор он убил 10 героев, поучаствовал в 5 ассистах. Спокойненько раскидывает свои зелёные бочки. У него вообще жизнь идёт не спеша такой. Не напрягается. Мушки. Мушки на макушке. 7500 уже преимущество. Ого-го. 18-9. Слышь, почти двукратное преимущество по фрагам. Нельзя больше умирать хвостом. Ну, типа, да. 10-18. То есть всего по 2 жизни у каждого осталось фактически. При том, что Артизи забирает 4 из них. 10. Ну, не. Ну, пока Артурка держится очень уверенно. Последнее время он... Смотри, в инвизе. С агонимчиком. Давайте. Думай, думай. Ну, Артизи не первый должен быть. Должен кто-то на себя забайтануть. Какой-то Эмбр связать с блинка. Там запрыгнуть. Связать. Артурка так не считает. Артурка, бомби. Там есть гем. Там есть гем. Да, купили опять фантом лансер с гемом. Мы там выбили его обратно. Блин. Артурка, аккуратней. Артурка, не спеши. Главное, не ведись. Главное, не ведись. А не байтят, Артурка. Давай. Бомжей, давай, кассочки. Давай, кассочки. Кассочки. Турик. Турик. Дезвард. Получай, скотина. Фир. За всю боль, кстати, вот сейчас было. Реально. И блинкдаггер в кусты. Красава. Просто как же он тут фира просто. Ух. Сейчас пиши. Изи фор артизи. Слушай, нормально так. Сколько там? Дезвард, КД, 70 секунд. Это можно... Реально недолго ротики осталось вот с такими дезвардами. Сейчас еще дофармить себе БКБ и все будет нормально. Смотри, довольный показали его на экранах. Такой сидит. Втоптал бородатого брата. 4-11. Ты понимаешь, что Артур сейчас станет просто героем команды своей и вытащит этот шоу-матч. Я думал, другой команды героем. Ну или другой команды станет героем, кто его знает. Игра-то только начинается фактически. Реально. Спасибо Артуру за победу. Джио улетел. Отдаваться не хочет. Правильно, 1800. Ладстоун какой-то надо собирать. Рефармит. Рано или поздно соберет. Форстав появляется угромага. Угромаг. Бернинг. Ну, Бернингу сегодня, короче, с героями не особо-то везет. Да, я боялся. Я же говорю, дадут ему Медузу в самом начале и все. До утра. Райт-кликом выиграть. Просто до утра и до конца гейминг будет вот это. И не отцепишься от него. Вообще никак. Дэнди промахсил Дагон до третьего уровня уже. Играет на Эмберспириде с Дайгером и Дагоном. Заткнули Дэнди. Муши рядом. Дэнди пытается уйти. Но тут Пупей помогает. Мистик Флэйр минус Дэнди. Байбека нет. Подцепили Бернинга. Дэнди начал так уверенно. Не умирал, не умирал. А тут мы видим... Что-то посыпался. Посыпался, Даня. Соберись, тряпка. Тебе еще катать важный матчик сегодня. Да, да, да. Напомним, через одну игру, то есть третий матч у Нави. Нави против ХГТ. Артизи, Маледик, Дезвард, Блэку по спине накидал. Нормально. Не, не пробьет. Не, не убьет, конечно. Не, не, не хватит. Не, не хватит. Еще два тика будет. ХП 200, наверное, останется. Он еще и вьюллся, я понял. Такой жёсткий. Вот это пот. Этот Блэк прям. Артизи сейчас должен обидеться прям на него. Фир на Брудмазер. Нам и видели одного игрока на Брудмазер вчера. Да, да, да. Хорошая игра, хороший герой. Вообще все хорошо. П полезный. Люблю Б Брудмазер. Очень. Оп, Артизи. Вышел такой. Он что, Дублейд собрал? Касочки. Давай. Давай, 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 давай. Ир. Фирди, дави. Торблейд с догоном. Ир. Спирит. Тенег, кстати, нормальный герой. Кстати, Бернинг 1.10. Он идет на рекорд вообще-то. С 3. Он Артур, Т4.1. Собернинг-то прям... Давид. Обыгрывает. Обыгрывает Артурку. Тут, скорее всего, Тим Ротикей, собственно, выиграет. Команда Пупеев. Все-таки Пупеев на том Морфе. Тогда они сделали такой задел, что тут отыграться будет очень тяжело. Не, но если очень удачный дезвард и мины, есть шанс минус 5 сделать. Получить такое преимущество, что затарится и пойти там давить. Давить. Типа да. Ну, это должно все очень удачно сложиться. Феррари с агонимом. Наверное, что это по рейшине. Что у нас, тычка? Это будет Чуаня. Заткнули. Мистик Флэйр. Минус Бернинг. Ульт Аппарата. Ну, это, походу, и минус Бернинг. Что-то сыпется. Да, что-то сыпется. Что-то ничего не буду сделать. Подняли Террор Блэйда. Минус Дэнди. Это минус Дэнди, да, да, да. И три жизни. Осталось всего пять жизней. То есть у каждого по одному респауну. И, скорее всего, тут, конечно, команда... Команда, собственно, Team RtK, как она здесь называется. Ну, или команда Пупея. Пупей Скват просто. Пупей Скват, да. По-моему, эта команда здесь все-таки победит в этом шоу-матче. Артизи. А Дэнди и Артизи проиграют очередной шоу-матч. Я думаю, где-то в подсознании они винят друг друга. Возможно. Что значит где-то? Конечно же... Ну, вообще виноват Бёрнинг. 1.11. Ну, что? Ну, как это так можно видеть? Вот это... Джио, понимаешь? Джио один раз умер. Один раз. Пьё, на них смотришь, я как на раков просто. Вы упыри. Типа из 23-х героев, которых мы убили, 10 убил я. Артизи. Артизи пытается сприт пушить. Тяжело, конечно, это делать на Вичдокторе, но... Но Артизи хочет. Слышишь? Урса, Омник и Даззл. Это, по-моему, камбэк. Вот это можно что-то попытаться придумать. Это же Урсал с Дагоном. Да, вот это косяк в том, что Урсал с Дагоном. Были бы нормальные айтемы какие-то любые. Манта Стайл, там, ещё что-нибудь. Можно было бы попробовать. Но вот Дагон, он не вписывается очень сильно. Вообще никуда. Не, ну если бы ему сейчас дало пугну, но пугнула здесь у нас уже была. Поэтому не получится. Либо Скаймага, либо ещё что-то. Ну, чему Дагон заходит? Ну, вот уж все как-то не особо. Не, со мной бы Энви Навин поспорил, но Энви тут нет. Мушин. Мушин собрал, а Манта ставил себе. Я говорю, он на Ланцера и не собирается слазить с него. Травела появляются у Вичдок. Вот, фу, Вичдок троу Течиса. Артизи на топе там против двоих щеголяет. Ну вот надо, надо как-то что-то придумать сейчас Артизи и ребятам, потому что там, там пацаны просто не отпустят. Где-то ещё раз случайно сами нападут и всё. Поэтому надо где-то пытаться их пойти найти в каком-то смоуке, зайти в спину и там... И вот сейчас одна смерть, тот, кто умирает, нужен... А, нет, он ещё респаунится. Ещё респаунится. Ещё респаунится, да, да, да. Ещё один раз респаунится. Кажется-таки последних пять респаунов осталось. Три из них для Бёрнинга. Бёрнинг тоже... А, нет, хотел сказать, давно не умирал, но не получается. Язык не поворачивается, такое сказать. 1-11 просто. Бёрнинг. Легенда китайской доты. Да, ну Бёрнингу просто не везло с пиками. Просто не везло с пиками. А так он очень сильный, но ему просто чуть-чуть не везло. То есть ты ничего не понимаешь. Сорьки до Медуза, Морфлинг ему не доставались. Поэтому не пошло. Смотри, Блэк. Оп. Каски. По Блэку. Пам. И Артизи под Репелом. Все играют на Артизи, посмотри. Просто Репел. Шадоу Блэйд. У него есть Дезвард с Аганимом. Надо играть через Артизи. Джей Йоа вышел с базы и решил уже минировать в противоположную сторону. Ну что, Чуань. Идут давить. Ты понимаешь? Хвосты идут давить. Ну так это правильно, это правильно. Просто смотри. Тут Джей Йоа вот так вот обложился. Типа на случай, если будем отходить. И все будет нормально. Чуань там пытался цепануть Феррари. Не получилось. И вот тут что? Генчат Пупея. Смотри на этого Муша, боже, как он впакован уже. Эфир снизу, сплит пушит вообще. Так, минус Армор. Чуань. Дезвард. Ну, не самый лучший Дезвард. Что-то не очень хороший, да, слишком далеко. А подожди, еще стоит. Все, пропал. Ну, теперь бежать надо ультаппарата, сейчас по всем попадет. Артизи попадает. Но Артизи под Репелом улетает отсюда. А вот Бернинг нет. Бернинг минус. Старался Бернинг, честно старался. Чуть-чуть не хватило. Чего? Совсем чуть-чуть, не знаю. Чего-то не хватило, да? Живучести. Смотри, Эфир на Бруде реально отыгрывает Бруду. Так, ну а че на этом герое вообще что можно делать? Объясни мне. Ну, можно стоять в Инвизии, на ботаме. Ну да. Можно не стоять. Артур, 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 смотри. Бразецчик есть? Да, есть в нем. Авгенгем. Смотри. Иди сюда, Фир. Клэп. Маледит. Фир. Погибнет, погибнет. Блинка, ты смотри, запинал с руки. Сейчас напишу, что ты крыса, типа, получай. Нормально было бы этим? Бруда, мама. Жио. Жио цепанули. Нет. Суицид. И вот он минус. Тот минер. Победоносный. самый минер который тащил всю команду со дна добывает бывает догон кредит 5 уже дэнди все правильно дэнди даггер тапок и 5 дагон нормальный шоу-матч но хотя у артура тоже лотар роганим мидас и блин дагер тоже на всех работает считай ну да чем турки было труднее это собрать что его пинали сам начал джио спектра с аганимом стрелами с блинком самые подходящие 1400 кп у спектра на 40 минуте обычно зато аганим обычно таких репортят зато джио 10-2 что ты хочешь нет же я тут претензий не может быть он пытался как мог он потел чуань смотри на ком black подцепили травы ла чуань silence минус а респаунов то все меньше реальный меньше вену жажа что означает не знаю заход на хг fight you put it burning минус догон пупей мека летает урса ставится дезвард какой дезвард от артурки ты посмотри тут сейчас будет минус 2 и и и еще кого-то еще кого-то еще кого-то мать прилетает битый очень джио 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 не может сделать да и уже тут кто-то не респаунится большинство не респаунится и артизи до конца гейминг и смотри муши муши слился все-таки но это агис артизи есть танчик нет станчика к сожалению к сожалению станчика нет можно подблочить разве что но не так-то просто black black подымает себя ветра муши минус артизи неплохо ресницы только два героя это дарксир который сейчас получает от иллюзии они спаунятся новые чем по ходу прям на базе и погибнет муши в месте приз муж и просто райт-кликом с 3 убивает людей чайночка и минус чай появляется абадон последний бёрнинг на абадоне вот гейм смотри бёрнинга щиток на себя все нормально у нее шоу то есть мы верим тебя фирмами на мальцере слишком силен его просто вперед ультимейта нет но ггвп и проигрывает команда днди артизи ну шоу матча rdm как rdm что тут еще сказать кому-то больше подвезло до 20 минут 25 минут и начнется самое важное hellraiser с рэйв ребята это будет битва насмерть вот реально битва насмерть по-другому не назовешь то проигрывает надо выигрывать я не знаю как